Всем джамбо ребят, сегодня мы поговорим о интересных консольных новостях, которые стоит с вами обсудить. Поэтому усаживайтесь поудобнее, ставьте лайкусик, не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик. И перед началом видеоролика крайне рекомендую вам подписаться на канал Лерой. Там вы найдете актуальные игровые темы и новости, контент о скидках на Xbox, что довольно-таки прикольно и актуальную каждую распродажу. Также на этом канале вы поймете, почему предпочтение все-таки лучше отдать Xbox Series S, нежели ПК с RTX 3050. Помимо этого на канале множество всяких фишек, лайфхаков, опыт использования консоли и самое главное парень делает контент с душой. Поэтому не поленитесь и поддержите его начинание подпиской и накидайте ему лайков под видео. И да, при отметке в 10к подписчиков автор этого канала обещает провести крутой розыгрыш. И если что, ссылку на него я оставлю в описании. Начнем пожалуй новости с PlayStation. Все вы уже наверное знаете про тот самый аналог геймпасса, но в кавычках конечно же. Который представляет из себя некую уровневую систему, которая в себе объединяет подписку PlayStation Plus и подписку PlayStation Now. Для тех, кто в танке или как-то там потерялся, напоминаю, что теперь на плойке будет несколько подписок. И да, сразу многих горчу, игр от Sony в день релиза не будет ни в каком из вариантов. Первая подписка это будет совершенно обычная подписка PlayStation Plus, она будет стоить ниже всех. Будет некий уровень PlayStation Plus Extra, добавит туда более 400 игр для PlayStation 4 и PlayStation 5, которые можно будет и загружать на консоль, и как бы играть по стримингу, ну а-ля PlayStation Now в придачу. И будет еще один уровень, который будет называться PlayStation Plus Premium. В него добавятся игры с PlayStation 1, PlayStation 2, PSP, их кстати также можно будет загружать, что очень хорошо. Добавится стриминг игр PlayStation 3 и демо-версии, ограниченные по времени к большим играм. Если что, третий этап для нашего региона, он будет видоизменен, поскольку у нас нету стриминга, и вместо премиума у нас будет PlayStation Plus Deluxe. Там будет точно такой же контент, как и в том уровне, но без игр для PlayStation 3, потому что опять же у нас нету стриминга, и цена будет ниже. На самом деле, тут они молодцы, что они просто все-таки сделали перерасчет, я говорил это в недавнем видеоролике. И да, запуск этой подписки пока, по слухам, в Европе планируется на 22 июня, возможно даже и в России того же числа, и вот приблизительный ценник. Но самое интересное, что стало известно на днях в итоге, это то, что Sony теперь будет требовать от разработчиков демо-версий игр на 2 часа для подписчиков PlayStation Plus Premium. Демо-версии якобы должны быть теперь, если игра будет стоить 34 доллара или выше. Это, кстати, касается как игр для Sony, так и всех остальных студий и издателей. И это значит, что а-ля все ААА проекты будут с демками, ибо их ценник, ну, от 60 баксов и выше. Мне, кстати, в этой ситуации очень интересно, что если какой-то разработчик скажет, нет, мы не хотим делать демо-версию, что ответит Sony и как у них будут дальше строиться взаимоотношения. Также по требованиям было указано, что пробная версия должна быть доступна в течение 3 месяцев после релиза игры, то есть, возможно, даже не сразу, а через время. И должна быть доступна 12 месяцев с момента появления. И что самое главное, это должно будет требоваться только от новых вышедших игр. То есть, поиграть в демку какой-то старой игры у вас не получится, он ли новые. На самом деле, интересное, но немножко странное решение. Если его описывать в двух словах, то получается, что Sony хотят сделать для своей консоли платные ограниченные демо-версии. Кто-нибудь вообще когда-нибудь думал, что это произойдет? Я лично нет. Почему это интересно? Если я правильно понял, то теперь, при помощи данной подписки от Sony, а ты в любую триплей-игру сможешь поиграть прежде, чем ее купить и более осознанно сделать выбор. Почему это странно? Ну, потому что это ограничено по времени, и сейчас я не говорю про двухчасовое демо, а про ее доступный срок, а именно 12 месяцев. То есть, получается, 12 месяцев проходит, извини, но платная демо-версия, она куда-то уходит. На мой взгляд, это может быть и привлечет кого-нибудь или сделает пользователю приятный бонус, но это точно не ответка геймпасса, который пополняется с новыми играми в день релиза. Но самое интересное в этой ситуации, мне хочется посмотреть на умельцев, которые будут спидранить игры за два часа, но также на разработчиков, которым явно не будут доплачивать за демо-версии. В общем, напишите свое мнение по поводу этого хода от Sony в комментариях. Следующая новость уже будет для обладателей Xbox, которая может дать, кстати, надежду на появление новой амбициозной технологии для VR-игр. Оказывается, недавно Microsoft подала заявление на патент устройства, которое будет передавать ощущения от соприкосновения с виртуальными предметами. Microsoft уже когда-то показывала похожие технологии для передачи ощущений, и новое устройство предоставляет собой перчатку, оснащенную датчиками и мини-моторами. При взаимодействии с объектами с помощью VR-очков, человек сможет теперь почувствовать легкую вибрацию и сопротивление, и таким образом устройство будет имитировать тактильные ощущения от касаний. Устройство будет выполнено что-то по типу устройства на видео. При взаимодействии с объектами, при помощи натяжной силы, которая будет регулироваться при помощи перчатки, будет создаваться эффект взаимодействия с реальным предметом. И если честно, даже глядя на этот видос, выглядит весьма эффектно. Как минимум, это можно будет реализовать там игру в мяч, передачу предметов, да и вообще все что угодно. На самом деле, слухи про патенты от Microsoft и их тягу к виртуальному взаимодействию ходят уже давно. Я даже два года назад снимал про это видео, в котором в патенте была некая виртуальная комната. Если присмотреться, то сразу можно понять, что это нечто игровое. Видим VR-шлем, его контроллеры, Kinect и весьма интересный мат. Исходя из того, что мы видим, можно предположить, что эта вот подстилка, которая под ногами, будет контролировать и считывать расположение игрока при помощи его шагов. На втором скрине мы видим некий стилус, который, видимо, позволит нам рисовать. А третий скрин это некое устройство, которое даст нам возможность взаимодействовать с каким-нибудь виртуальным объектом, вертеть его, смотреть и так далее. И надежда на VR на Xbox Series. Ведь если кто-то не знал, то в далеком 2017 году или там 2018, точно не помню, майки анонсировали Xbox One X как консоль, поддерживающую виртуальную реальность. Но после анонса консоли, там буквально через два месяца, они что-то как-то переобулись и больше про это не заикались. И еще, зная опыт Microsoft, некоторые вещи просто не доходят до той самой игровой реализации. Как это было со сногсшибательной идеей HoloLens, который, как я понял, так и не дошел до обычных пользователей за очень высокой цены. Либо же их технологии перестают поддерживаться игровыми сервисами а-ля Kinect 2.0. И как-то уже слабо верится, что конкретно эта перчатка дойдет до игровой индустрии. Но самая главная задача Xbox на данный момент, это нарастить ту самую мощь популярности, которую они потеряли во времена Xbox One. И кстати, на самом деле, в последнее время Xbox очень хорош по продажам. И думаю, что после того, как Microsoft как раз-таки нарастит эту популярность, она и начнет деньги вкладывать не только в геймпасс, но и развитие вот этих вот технологий. Также надежду на это все вселяет и Sony, которая не так давно начала все чаще делиться подробностями про PlayStation VR 2. И думаю, что майки, глядя на это, как бы тоже будут хотеть свою штуковину. Да и знаете, в целом, данный сегмент игровых развлечений, он классный и разнообразный. На самом деле, майкам не обязательно создавать даже свою VR гарнитуру, на мой взгляд. Достаточно сделать лишь поддержку того же там Oculus Rift или HTC Vive и дать пользователю прикоснуться к тому же, я не знаю, Rec Room через Xbox. Кстати, в данной категории игр реально очень много классных задумок, в которые лично я бы на стриме с вами точно поугарал бы. И если бы VR появился там даже во времена Xbox One, ну я бы его точно приобрел, потому что я без ума от таких штук. И иногда реально скучно сидеть там за экраном и хочется как-то подвигаться, пошевелить головой и, в общем, окунуться в мир виртуальной реальности. Но почему-то майки, опять же, не особо быстро торопятся все это выпустить и очень-очень жаль. Но я надеюсь, что в будущем они все-таки сделают нечто подобное, ибо когда на Sony выходит M&K, VR, да, а на Xbox нет, ну, как-то не очень. В общем, на сегодня вот такие вот новости. Обязательно пишите в комментариях, заценили бы вы такой VR и вообще как к нему относитесь, нужен там Xbox или нет. Обязательно ставьте лайкусик, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok